В Московском театре Арто в эти минуты представляют запрещенную до революции пьесу Леонида Андреева «Савва». Она была написана в 1906 году и имеет сложную сценическую историю. В Финляндии «Савву» ставил Мейрхольд, однако сам автор остался крайне недоволен трактовкой. Один из упреков – ненужный мистицизм. Режиссер Николай Рощин решил прислушаться к замечаниям писателя. Что из этого получилось – репортаж Лилии Валеевой. Режиссер Николай Рощин Мы искали долго эту пьесу и нашли. И очень обрадовались, что она говорит точно о том, что мы хотим сказать как люди. Сказать с помощью спорного, даже какого-то отчаянного произведения Леонида Андреева, в котором автор ставит под сомнение веру и церковь. Основной для пьесы послужила заметка в правительственном вестнике. О молодом человеке, который вместе с товарищами соорудил бомбу и взорвал чудотворный образ в одном из монастырей. В пьесе главного героя зовут Савва. Взрыв, кстати, произойдет и на сцене. Что это? Эффектно, даже пугающе разлетятся сотни осколков. Но еще страшнее суть вопроса. Наверное, это такие вопросы, которые задает себе человек. Один раз за всю свою жизнь он себе задаст. В этом и интересы широта, и пьесы, и, мне кажется, и спектакль. Что это изо дня в день задаваемые вопросы самому себе. Для чего я, какова цель пребывания на земле. Леонид Андреев редко попадает в сегодняшние театральные афиши. Предъявить можно разве что рассказ о семи повешенных Миндуга Сокарбаускиса. В то время как Николай Рощин уже осваивал произведения Андреева со своими учениками. Я сам, все, кто услышал тебя, почувствую так, как влияли все. Все, понимаете, все самое мимое, доброе. Валерий. Так что теперь не стоит удивляться тому, как героиня его студентки Марии Кононовой отчаянно испытывает преступную любовь к собственному брату. У Олимпиады все про любовь. Кто-то там, все мужчины за идею борются. Олимпиады она любит, хочет любить настоящую женщину со своей трагедией. И вот ее история, это полноценная история любви. В графичных черно-белых тонах режиссер идет вместе с автором, который всегда сочувствует своим персонажам. Лилия Валева, Владимир Полунин, служба информации телеканала «Культура». Лилия Валева, Владимир Полунин, служба информации телеканала «Культура». Лилия Валева, Владимир Полунин, служба информации телеканала «Культура».